На рассвете огромное стадо буйволов возвращается с тучных пастбищ заливных лугов. Бесконечной чередой они переходят реку, чтобы найти тени прохладу в лесу. На утренний водопой приходят слоны. Расставив циркулем ноги, пьют воду жирафы. На обход своей территории выходят львы. И шакал, прищурив глаза, наблюдает за всем происходящим. Так начинается день в этой райской для зверей стране под названием Батсвана. Батсвана Ботсвана находится на юге Африки и граничит с Намибией, Замбией, Зимбабве и Южноафриканской республикой. Заповедники и национальные парки занимают почти 40% территории этой страны величиной с Францию, при населении всего 2,5 миллиона человек. Поэтому настоящими хозяевами этой земли являются звери. Чтобы путешествовать по Ботсване, вы можете забронировать очень дорогой лодж, из которого вас привезут прямо к логову леопарда. Или можете арендовать машину и на себе почувствовать, что такое африканские дороги. А можете, как я, пересечь половину страны с опытным гидом и поваром, жить в палатке в самых диких местах, есть приготовленную на костре еду и испеченный на углях хлеб, мыться в походном душе и от рассвета до заката наблюдать за животными. Ну, конечно, с небольшим перерывом на обед, когда у зверей наступает время полуденного сна. Это было необычайно увлекательное сафари, полное удивительных встреч. Дельта Акованга – уникальное место на земле, где река впадает в пустыню, растекаясь по ней тысячами рукавов и принося в сухой сезон, столь желанную для зверей, воду. Полет на Дельта Акованга на вертолете без дверей – захватывающее приключение. Главное не забыть, как я, пристегнуться ремнем. Многочисленные острова в Дельте Акованга образовались в результате деятельности термитов и являются пристанищем для множества животных. Берега узких и извилистых протоков между островами поросли папирусом и высокой травой, и добраться до них можно только на плоскодонной лодке Макора, умело управляемой при помощи шеста. Макора обычно плывут группой, близко одна за другой, из-за опасности нападения бегемотов. Мы разбили свой лагерь на одном из таких островов и, совершая походы по звериным тропам, наблюдали за животными. В Дельте Акованга не живут люди и не пасется скот, поэтому для зверей здесь полное раздолье. Очень часто попадались следы львов и даже маленьких львят. Но встреча с ними на пешеходном сафари была бы очень опасной. Когда мы покидали остров, над водой появились недовольные глаза бегемота. Другие лодки уже уплыли вперед, но мой лодочник с тревогой смотрел на воду и все не решался отчалить. И стоило мне спросить, почему мы стоим на месте. Почему мы не идем? Все закончилось благополучно. Бегемота отпугнули крики лодочника и вскоре мы плыли в одном строю с другими макора. И это было только начало нашего сафари. Заповедник Морами – одно из самых живописных мест Бацваны. Он включает в себя и заливные луга Дельты Акованга, и лес, и водоемы, и африканскую саванну. Здесь можно увидеть фантастические пейзажи с высохшими деревьями мапаны. Их красная и очень твердая древесина не поддается гниению и воздействию термитов. И если дерево погибает, то оно так может простоять еще 50 лет. Животный мир Морами необычайно богат. И по разнообразию видов зверей и птиц он превосходит все другие заповедники Бацваны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Насытившись и хорошенько себя вылезав, он отправился по своим делам. На следующий вечер мы встретили его снова. Он лежал на земле и с недовольством поглядывал вверх на другого леопарда, который сидел на дереве. Как объяснил нам гид, внизу была самка, которая стремилась прогнать от себя взрослого сына, так как где-то в кустах у нее был спрятан малыш. В конце концов она ушла, предварительно справив нужду у наблюдавших за ней туристов. На самом деле, львы и леопарды совершенно не реагируют на людей в машине. Надо только вести себя спокойно и не высовывать руки за борта, и тогда к зверям можно подъехать почти вплотную. Слоны же иногда сами могут подойти очень близко. В этом случае, как предупредил нас гид, нельзя делать резких движений, чтобы не испугать животное. И это был именно тот случай. Кто-то в глубине машины продолжал щелкать фотоаппаратом, но я был к слону ближе всех и боялся пошевелиться. Он весил порядка 7 тонн, и не дай бог, я бы чем-то ему не понравился. Африканский слон, в отличие от индийского, может внезапно проявить агрессию. Его практически невозможно приручить, а тем более выдрессировать и показывать в цирке. Слону оставалось до меня всего три шага, и когда он их сделал и целиком заслонил собой мой объектив, у меня, что называется, душа ушла в пятки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И только теперь мы все выдохнули. Это было покруче, чем нападение бегемота и полет на вертолете без дверей вместе взятые. В тот же день мы дважды встречали буйволов, неукротимых и очень опасных животных, с непредсказуемым поведением. Обычно они ходят огромными стадами, и лучше не попадаться им на пути. Буйвол входит в так называемую большую пятерку самых желанных трофеев африканского сафари, наряду со слоном, львом, леопардом и носорогом, которого я, к сожалению, в Ботсване так и не увидел. Савути – самый отдаленный и дикий район знаменитого национального парка Чобе. Большей частью это травянистая саванна с островками колючей акации и низкорослых деревьев, богатая кормом для антилоп, зебр и слонов, которые здесь водятся в невероятном количестве. Этот район очень засушливый, поэтому в Савути устроено несколько искусственных водопоев, куда насосом закачивается вода из скважин. И в сухой сезон вокруг них собираются толпы животных. Конечно, этим пользуются львы, которых в Савути особенно много. Однажды здесь подсчитали, что стая из 30 львов за две недели убила у водопоя 9 слонов. Один такой прайд присытившихся львов мы наблюдали буквально в сотне метров от водопоя Марабу. Добычей львов обычно становятся молодые слоны от 3 до 8 лет, так как малыши всегда находятся рядом с матерью, а взрослого слона львам не одолеть. По мере приближения к центру национального парка, пейзаж дополняют Баобабы и невысокие холмы. На одном из таких холмов были найдены наскальные рисунки бушменов, которым, вероятно, несколько тысяч лет. Постепенно саванна сменяется лесом, и, как сказал при встрече со слонами гид, это значит, что мы в Чобе. В национальном парке Чобе обитают около 120 тысяч слонов. Это самая большая популяция слонов в Африке. И вряд ли на континенте найдется другое место с таким разнообразием и концентрацией диких животных. Слоны, антилопы, жирафы, бегемоты, буйволы, львы – все это сосредоточено возле реки Чобе, давшей название парку. Слоны, антилопы, жирафы, буйволы, львы – Слоны, антилопы, львы – Завершает путешествие водопад Виктория, расположенный на границе между Замбией и Зимбабве. Водопад Виктория – одна из главных достопримечательностей Африки. Он образовался в месте разлома земной коры, куда на протяжении почти двух километров низвергаются воды реки Замбези. Полторы тысячи тонн воды в секунду, срываясь с высоты 120 метров, создают огромное облако водяной пыли и брызг, постоянно висящее над водопадом. Не зря на входе вам предложат купить плащ. В некоторых местах здесь за пару секунд можно промокнуть до нитки. Водопад был открыт знаменитым путешественником Дэвидом Ливингстоном, который дал ему имя английской королевы. Однако в порядке борьбы с колониальным прошлым его переименовали в Моси-Уатунья, что означает «гремящий дым». Водопад Виктория стал вишенкой на торте нашего сафари. За 11 дней мы проехали более 600 километров и видели сотни слонов, буйволов, жирафов, антилоп, десятки львов и даже трех леопардов. Мы познакомились с радушными и гостеприимными жителями Ботсваны, ставшей для меня настоящим открытием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...